за организацию такой площадки, где есть возможность обсудить, обменяться мнениями. Также хотелось бы поздравить Ваш институт с 25-летием. Желаю Вам плодотворной работы. Если позвольте, я тогда непосредственно в докладу перейду. На сегодняшний день город имеет главный документ градостроительного развития на ближайшую перспективу. Это генеральный план города Бишкек на период до 2025 года, разработанный по заданию мэрии города Бишкек проектным институтом Кыргыз-НИП градостроительства. Данный градостроительный документ был утвержден в 2006 году правительством Кыргызской республики. В этом документе заложены направления и принципы градостроительного развития, комплексного решения планируемой структуры города, то есть территориальное направление развития города, принципы пространства и композиции, системы общественных центров, принципы развития сложившихся общегородского и районных центров, системы озеленения, сети транспортных коммуникаций, инженерного оборудования и благоустройства территории. Наряду с другими структурными элементами города, компонентами программы градостроительного развития, одним из приоритетных направлений в общегородской градостроительной политике, декларируемой в генеральном плане города, является развитие озелененных территорий. Генеральным планом на указанный расчетный срок предусмотрено увеличение показателей уровня озелененности, прирост городских насаждений всех категорий до 10 200 гектаров, то есть 85 квадратных метров на человека, в том числе насаждение общего пользования 2520 гектаров, 21 квадратный метр на человека. Новое строительство озеленения общего пользования составит 1664 гектара, в том числе на жилых территориях это 1360 гектаров, на участках общественных учреждений 660 гектаров, на промышленных территориях 312 гектаров, на сраждениях улиц 332 гектара, в санитарно-защитных зонах и водоохранных полосах 508 гектаров. На развитие территории питомников и цветочно-оранжерейного хозяйства предусматривается освоение новых территорий. Питомников предусматривается 600 гектаров, оранжерейного хозяйства 48 гектаров и в целом 648 гектаров. Это все, что у нас в генеральном плане города заложено. Также генеральный план ориентирован на восстановление ландшафтно-рекреационных территорий и формирование природного каркаса и предусматривает мероприятия по сохранению, восстановлению и развитию средозащитных, санитарно-гигиенических и рекреационных функций не только территории города, но и региона. Посредством создания единой системы пригородных зеленых зон и области, формирования системных охранных зон за пределами города Бишкек, составляющих единое целое и развивающую систему особо охраняемых территорий природного комплекса, высвобождение и реорганизация территорий неэффективно используемых и особо загрязняющих промышленно-производственных предприятий. Помимо этого, городом принято к реализации концепция развития зеленого фонда города Бишкек. Данный программный документ был принят у нас в этом году. Утвержден Бишкекским городским кинешем, рассчитанный до 2021 года, который также необходим для развития и озеленения города, улучшения экологической ситуации, осуществления анализа существующего состояния территории зеленых наслаждений, проведения зонирования городских территорий на ближайшие пять лет. При эффективном взаимодействии муниципальных служб между собой и муниципалитета с местным сообществом, также документ позволит решить имеющиеся в этой отрасли проблемы и задачи и способствовать формированию системы городских зеленых наслаждений, ландшафтного средозащитного назначения. В рамках концепции для осуществления намеченных целей разработан ряд мероприятий и с распределением конкретных задач и функций между ответственными городскими службами. И, безусловно, все мероприятия, работы по развитию зеленого фонда будут основываться на генеральный план города и должны быть реализованы в соответствии с экологическими, эстетическими и рекреационными принципами озеленения. Физико-географические и климатические условия города Бишкек, относительная замкнутость Чуйской долины, а также источники загрязнения атмосферы способствуют возникновению интенсивных приземных и приподнятых инверсий, что ведет к формированию высокого потенциала загрязнения атмосферы. В результате среднегодовое содержание почти всех определяемых загрязняющих веществ в целом по городу превысили допустимые нормы. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе остается достаточно высоким. Общеизвестно, что процессы урбанизации наряду с положительными моментами имеют ряд отрицательных последствий, способствуя или даже напрямую воздействию на формирование здоровья населения. Это особенно наглядно проявляется на примере крупных городов, к которым, несомненно, относится и наш город. Здесь в неразрывной связи переплетается, образуя единый мощный источник воздействия весьма небезразличного для здоровья населения техногенной и природной факторы. Негативное воздействие на окружающую среду и здоровье оказывает топливно-энергетический комплекс, особенно котельные, работающие на угле и выбрасывающие такие загрязняющие вещества, как залу, обогащенные тяжелыми металлами и прочие продукты сгорания. Проблема загрязнения атмосферного воздуха транспортными средствами особенно актуальна в нашем городе. Также происходит быстрое и неуклонное увеличение автомобильного транспорта. Последние десятилетия данный рост автомобильного транспорта наиболее интенсивный. Автомобиль является основным загрязнителем атмосферного воздуха. Более 80% валового выброса загрязняющих веществ поступает именно от автомобильного транспорта. В выбрасываемых автомобилями отработанных и картерных газах, испарениях топлива содержится более 200 видов загрязняющих веществ с токсичными, канцерогенными, мутагенными свойствами. В целом по республике по результатам проверок более четверти автомобилей эксплуатируется с превышением норм токсичности и дымности. В городе Бишкек наблюдалась высокая запыленность воздуха. Средняя за год концентрация составила 0,8 мг на метр кубический. Данные показатели превышают предельно допустимую концентрацию в более чем 5,3 раза. Все эти факторы делают очевидным принятие незамедлительных мер по обеспечению увеличения темпов и качества озеленения города в сочетании с комплексным благоустройством улиц и других территорий города, повышению качества городской среды и улучшению условий проживания и отдыха населения, сохранение и развитие социально значимых озелененных территорий общего пользования и вместе с тем внедрение альтернативных экологичных видов транспорта, смену приоритетов в городском планировании. То есть строить город не для автомобилей, а для людей, дружелюбный для людей и велосипедистов. И идти на качественное преобразование улиц, площадей и общественных пространств с акцентом на увеличение озеленения. Какие шаги предпринимает ныне городская власть и службы, чтобы исправить ситуацию вокруг озелененных участков, природных территорий в плане озеленения города? И планирует осуществлять практические мероприятия. Для слежения воздействия транспортных потоков на население, при магистральных территориях необходимо доработать программу по озеленению автомобильных дорог. Посадка деревьев и кустарников вдоль дорог автомагистрали является не только, эффективным средством повышения эстетической привлекательности ландшафтов, но и способствует снижению транспортного шума и степени загрязнения атмосферного воздуха на придорожных территориях. На сегодняшний день мэрия города Бишкек ведется работа по реконструкции существующих дорог, вместе с тем проводится анализ и замена существующих посадок вдоль магистрали. Превалирующее большинство существующих придорожных насаждений требует замены. Обследование и оценка состояния зеленых насаждений констатирует тот факт, что сегодня придорожное озеленение не выполняет ни декоративную, ни эстетическую, ни защитные функции. Посадкам некоторым уже более 60-70 лет, и это предельный возраст для многих видов городских насаждений. Кроме того, многие деревья сильно пострадали в результате обрезки, как вы уже говорили, который проводится в связи с расположением непосредственной близости к линиям электропередач, как я уже тоже говорил, на линиях инженерных сооружений. В живой изгороди и из курсальников заметны выпадения ослабленных экземпляров и оголения стволов. В соответствии с проектным предложением, реконструкция городских дорог ведется поэтапная замена придорожных насаждений, при этом высаживаются только взрослые экземпляры, чтобы не допустить оголения улиц. Мэрия города делает всевозможное, чтобы увеличить площадь озеленения города, в том числе создавая новые парки и скверы. Кроме того, необходимо отметить, что на сегодняшний день ведется активная работа по созданию новых озелененных территорий общего пользования. Пример. Были выполнены проекты организации бульвара по улице Ченгазаитматова на пересечении с улицей Масалеева, аллеи авиаторов у исторического здания Старый аэропорт, лесопарк по улице Баталиева, улица Манаса. Проект недавно мы в интернет выложили, киевская разбега на месте сгоревшей генеральной прокуратуры организовать сквер. Ну, в целом у нас тоже в работе достаточно очень много, которые мы будем поэтапно презентовать, проектов скверов, озелененных территорий. В прошлом году, если вы помните, был презентован и открыт сквер на пересечении улицы Ахумбаева, Шабдамбатыра. Также проекты организации общественного пространства, фонтан Скаска, да, то есть постарались также озеленить данную территорию. Ну, и как я уже сказал, сейчас у нас в работе очень много других проектов создания общественных пространств, зеленых зон. Есть проекты, которые уже ждут реализации на сегодняшний день. Также мы сегодня, на сегодняшний день проводим работу по реконструкции существующих парков. Для развития озеленения города необходима комплексная программа с поэтапным освоением. Мэрия города Бишкек ставит перед собой задачу сохранить и увеличить озелененные территории города. Это является приоритетным направлением развития городской среды в целях улучшения экологии. Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо принятие реальных мероприятий технического, технологического и градостроительного характера. Роль озелененных территорий в снижении негативного воздействия окружающей среды определяется их способностью противостоять неблагоприятным для человека факторам как природного, так и антропогенного происхождения. Первым можно отнести сильные ветры, перегрев, излишнюю сухость или, наоборот, переувлажнение. Ко вторым, шумы, вредные выбросы, недостаточную аэрацию застройки. Основными факторами дискомфорта в перегревный период является интенсивная солнечная радиация, малые скорости ветра и штили, низкая влажность воздуха и высокая запыленность и загрязненность атмосферы. Поэтому в структуре генерального плана следует предусмотреть взаимопроникновение селитебных территорий, системы городского озеленения и системы ирригации. Только на такой основе возможно эффективное улучшение городской среды и ее отдельных элементов. На основе данных, определяющих эффективность различных приемов озеленения с точки зрения защиты человека от перегрева рекомендуется, не снижая значение больших зеленых массивов, это парки, скверы, шире применять децентрализованные зеленые наслаждения на городской территории, зеленые коридоры на пути движения пешеходов, затененные зелеными наслаждениями островки для кратковременного отдыха в местах ожидания транспорта. Скверы и другие озелененные участки размещаемые соответствиями с условиями организации быта населения. Зеленые наслаждения являются неотъемлемой частью и элементами функционального зонирования города. Непрерывность системы наслаждения достигается путем объединения зеленых парков, скверов, садов между собой озелененными пешеходными связями, бульварами и набережными. Природные факторы это рельеф местности, плавно понижающий с юга на север, связанная с ними гидрографическая сеть и направление горных ветров, диктует важность создания основных зеленых массивов меридианального направления, вытекающего из архитектурно-планировочного построения города. В соответствии с принятым районированием территории города рекомендуется ряд градостроительных мер и в ландшафтно-экологическом аспекте, которые целесообразно изложить более подробно. Применение комплекса архитектурно-ландшафтных средств способствует разрушению инверсионных застойных явлений в атмосфере, включая в следующие основные физические воздействия на естественные процессы. Это создание конвективного движения воздуха за счет разности температур в городской среде, регулирование теневого режима в профилях дворовых пространств, магистралей и улиц различной ориентации. Располагая основными физическими закононамерностями для смягчения неблагоприятных климатических ситуаций в городской среде, целесообразно применение специальных градостроительных решений, среди которых нужно выделить следующие. Это создание разновысотности объемов зданий с постепенным нарастанием этажности к центру жилого массива. Это использование малоэтажной низкоплотной застройки вдоль красных линий городских магистралей и улиц. В случае применения многоэтажной застройки, прилегающей к красным линиям, постановка протяжных корпусов зданий перпендикулярна оси улицы. При этом такие здания следует предусматривать разновысотными с понижением этажности по направлению к красным линиям. Разновысотность объемов и ступенчатые здания в первую очередь предпочтительно применять вдоль магистрали с интенсивным движением городского транспорта. Приземные инверсии по условиям радиационного выхолаживания возникают и наибольшее время в течение суток сохраняются именно вдоль городских магистралей. Вследствие большой протяженности полузамкнутых пространств. В этой среде холодный загрязненный воздух как бы прилипает к поверхностям в условиях малой раскрытости затрудняющих вертикальное проветривание. Данное явление способствует увеличению концентрации окиси углерода при выбросах автотранспорта. Этот ингредиент создавая парниковый эффект образует над магистрали своеобразную дымовую шапку, которая расползаясь над городом препятствует радиационным процессам загрязненным воздухом и тем самым сохраняет инверсионный слой у земной поверхности. В полузамкнутом пространстве улицы и особенно расположением протяженных корпусов многоэтажных зданий вдоль красных линий весьма затруднено перемещение верхних относительно чистых слоев воздуха с нижними загрязненными слоями. В случае максимальной раскрытости пространства улицы на небосвод происходит стимуляция теплоизлучения в пространство, что позволяет поднять загрязненные слои, обеспечивая вертикальное перемещение слоев приземного воздуха и разрушение инверсии. Необходимо соблюдать рекомендуемые профили застройки, стимулирующие образование конвективных воздушных потоков и разрушение приземных инверсионных ситуаций. Для оздоровления городской среды нашего города необходимо оптимизировать транспортное обслуживание, создать новые транспортные магистрали с целью ликвидации заторов и сосредоточения выхлопных газов, вывести из города непрофильные промышленные предприятия, склады, учреждения, ликвидировать ряд промышленных и коммунально-бытовых котельных, вести в строй на полную мощность ТЭЦ-2, построить предприятия по переработке всех видов отходов в цель доведения степени их переработки индустриальными методами до 100%, сонировать и реабилитировать территории, подвергающиеся заболачиванию с повышенным уровнем грунтовых вод, подвергающиеся оползням и селям, ликвидировать зоны шумового дискомфорта за счет оптимизации функционального зонирования территории, применение современных методов застройки и озеленения, организации дорожного движения, строительства инженерных сооружений, шумозащитных экранов вдоль основных магистралей города и железнодорожных путей, развивать природный экологический каркас, расширять природоохранные зоны и санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, реабилитировать лесонасаждения, создавать новые парки, бульвары и загородные насаждения, применять нестандартные методы озеленения, вертикальные, крышные, кровельные, контейнеры, активно вводить прогрессивные методы орошения, дождевания, капиллярную подпитку, одновременно реанимируя существующую систему ирригации, увеличить площадь обводнения на территории города. Реализация комплекса природоохранных мероприятий позволит ликвидировать зоны экологического неблагополучия и обеспечить комфортность жилой среды, а следовательно и улучшить здоровье населения. Помимо создания развитой системы озеленения общего пользования, следует особое внимание уделить созданию стройной системы озеленения на территории жилых районов. Первичным элементом системы озеленения города является озелененный двор, сад жилой группы, сад микрорайона. Это важнейшая звено системы озеленения, поскольку в значительной степени определяет уровень озелененности города. площадь этой категории должна составлять примерно третью часть площадей городских зеленых насаждений. Схему развития озеленения города Бишкек с акцентом на создание новых озелененных территорий в жилмассивах на основе генерального плана развития города Бишкек. На основе данной схемы требуется подробное рассмотрение локальных объектов озеленения, детализация возможностей организации озелененной территории с учетом сложившейся градостроительной ситуации. В связи с вышеизложенным необходима проработка вопросов определения границ озелененных территорий в жилых массивах города, для чего необходимо разработать проекты межевания, ведь без утверждения межевого плана и оформления кадастрового и экологического паспорта на каждый ландшафтный объект невозможно оформить право на земельный участок без соответствующих документов муниципалитету. Для решения поставленных задач необходима детальная проработка вопросов очередности выполнения мероприятий с определением возможностей источников финансирования. Объекты ландшафтной архитектуры всех уровней являются сложными природно-функциональными комплексами и требуют при проектировании решения множества вопросов природоведческих, изучения ландшафта, геологических условий, рельефа, почвы, климата, анализа и подбора ассортимента насаждений, градостроительных, это изучение условий и задач размещения объекта в городе и системе расселения, определение расчетных технико-экономических показателей, архитектурно-планировочных, это изучение исторических условий функционального зонирования, определение планировочной и ландшафтной структуры, композиционных узлов и связей, также художественно-эстетических, создание художественного образа, разработка сценария восприятия этого объекта, инженерных, это подготовка территории, разработка вертикальной планировки, водоснабжения, канализации, электроснабжения, электроосвещения, транспорта. Основные организационно-методические этапы разработки проектов вообще приняты в настоящее время для большинства архитектурно-ландшафтных объектов, это подготовка и утверждение задания на проектирование, составление и получение топографических съемок, данные по инженерно-геологическим изысканиям, технические условия и другие исходные материалы. Разработка ориентировочных предложений, это детальное обследование и предпроектный анализ, составление материалов проектного решения, градостроительного, природоведческого, историко-архитектурного и так далее. Разработка проектного решения в рамках рабочего проекта, или последовательного технического проекта нерабочих чертежей. В целом, общее направление развития и улучшения архитектурно-пространственной организации, а именно ландшафтной составляющей, сохранения и развития озеленных зон, позволит не только качественно улучшить эстетическую и экологическую составляющую города, но также заявить о новом знаковом бренде нашего города, вернуть былую славу самого зеленого города. Доклад окончен. Спасибо большое за внимание. Если будут вопросы, то я готов ответить. следует...